Ситуация действительно была не совсем ординарная. Ветер шквалистый был у нас два дня, и такого масштаба разрушения, в данном случае поваленное деревья, линии электропередач, я на своей памяти в городе Абакани не помню. Наибольшая проблема в настоящее время для наших коммунальщиков – это поваленное деревья, это ветки в огромном количестве на всей территории города. Да, мы в настоящее время попытались все разместить возле проезжей части, и, конечно же, мы здесь обратились за помощью горожанам, за помощью нашим строительным организациям, помочь нам вывести вот эти вот растительные отходы с территории города Абакана. Действительно, откликнулись очень хорошо. Хочу огромное спасибо сказать строительным организациям, потому что в настоящее время только единицы техники городу дали 22. Вышли на помощь многие организации, отдельное спасибо региональным министерствам и ведомствам, они также все откликнулись и вышли дружно помогать. Работа продолжается. Конечно, все мы субботником не сможем сделать, в раз мы не вывезем все, но в общем и целом работа будет проведена сегодня действительно огромная, и уже продолжать будут наши коммунальщики уже и в дальнейшем. Но самое главное, хочу сказать спасибо всем тем, кто откликнулся, потому что Абакан – это наш общий дом, и наша задача – сделать его чище. У нас не так часто возникают чрезвычайные ситуации. И последняя такая тяжелая была в 2018 году, когда мы обращались тоже за помощью и к строителям крупным, которые работают у нас на территории города, и к предприятиям, чтобы они помогли техникой. Потому что действительно, ну, стихия нанесла урон значительный, и мы все это видим прекрасно. В обычном режиме мы справляемся своими силами, но здесь вот без помощи горожан и активных жителей нам не справиться было бы с этой историей. Спасибо огромное всем, кто откликнулся, потому что работа же идет не только на крупных улицах города, например, старосты жилых районов. Они помогают в частном секторе жителям, которые одиноко проживают. У них там тоже нанесен урон, тяжелый. Это поэтому помогают справиться с этими бедами. Здесь мы видим тоже, что вот мы прошли буквально небольшой какой-то участок, да, большая вот, большегрузная машина уже наполнена. То есть это не одна-две веточки, а тут на самом деле очень многое. Поэтому огромное спасибо всем, кто откликнулся, потому что мы знаем, что наши жители любят наш город на самом деле и вместе с нами переживают за то, что в нем происходит. В большой уборке сегодня присоединяются и подведомственные учреждения администрации Абакана. Территория на улице Чертыгашево очень большая, очень много веток, поэтому все сегодня управление культуры, молодежи и спорта, директора общеобразовательных учреждений, которые находятся здесь, рядом с этой территорией, собрались здесь, чтобы помочь городу сделать его чище, как можно быстрее. После того, как глава города объявил в среду, 19 июля, общегородской субботник, конечно, все учреждения под ведомственным управлением культуры, молодежи и спорта откликнулись, выставив свои трудовые коллективы. Мы к нам присоединились и директора общеобразовательных школ, другие учреждения, волонтеры Победы, для того, чтобы помочь привести в порядок город после ветров, штормов, которые обрушились на него на прошлой неделе. Поэтому наша задача собрать ветки, сформировать большие кучи, для того, чтобы погрузчик смог это погрузить и вывезти за пределы города. Большая у вас территория? Ах, территория большая. Мы начинаем вот с улицы Чертыгашево, по улице Чертыгашево будем продвигаться в сторону улицы Ерыгина. Знаете, вот эта идея команды Абакана, Абакана как нашего общего дома, она очень близка и мне, и моим коллегам из школы номер 3. И поэтому, если вот по воле внешней стихии у нас в нашем общем доме случился некоторый беспорядок, то и порядок мы должны навести все вместе. И, конечно, сегодня мы делаем это с воодушевлением. Вот весь город в едином порыве сегодня делает Абакан еще уютнее, чище, краше. И это здорово. Ну, собственно, вот это просто чувство, что вот если случилась какая-то беда, мы можем все сплотиться и успешно справиться с ее последствиями. Оно такое вдохновляющее. Та стихия, которая разыгралась в Абакане, слишком масштабная, да? Я считаю, что общественность, граждане заинтересованы, конечно, должны помочь в благоустройстве города по сильными методами. Ну, вот сегодня загрузка обломанных веток в технику с последующим вывозом. Абакан – это наш общий дом. Тут мы не должны стоять в стороне. Я думаю, это дело каждого. Это жизненная позиция. Мы должны все вместе как быстрее. Ну, мы постараемся справиться с этим участком, который есть. Народ есть. Как бы желание помочь, сделать город чище, есть у нас всегда. Поэтому будем стараться. Команда очень хорошая, подобралась. И сегодня замечательно, что так много у нас участников. Я думаю, что мы быстро справимся. А вышли мы сюда, потому что это наш родной город. И если не мы будем его убирать и содержать в чистоте, то, скорее всего, никто его и не будет за ним так следить, убирать. Мы же хотим жить в чистом городе. И делаем все для того, чтобы всем было комфортно вокруг. Ну, вообще, конечно, несмотря на то, что все коммунальные службы работают, конечно же, они не везде успевают и везде справляются. Поэтому мы вышли помочь нашим коллегам и убрать город, чтобы он был чистый, и чтобы радовал не только нас, но и горожан, и приезжих гостей. Это наш город, чистота. Мы здесь живем, работаем, дети растут. Погода внесла свои коррективы, поэтому нужно помочь коммунальщикам, чтобы нам тут всем было хорошо. Администрация города вполне могла бы справиться и своими силами, говорят специалисты. Еще неделька-другая, и все эти ветки вывезли бы на карьер растительных отходов. Однако установившаяся в Абакане жара внесла свою лепту во всю эту большую уборку. Только посмотрите, все эти листья, они уже сухие. И если на эти ветки попадет хоть какая-то искра, пожара не избежать, а рядом частный сектор. Стоит очень жаркая погода, ветром наломало не только сырых, но и сухих веток. Все они сейчас складированы в кучи, которые при данных погодных условиях создают и пожарную безопасность. Поэтому оперативно нужно их убрать и вывезти из территории города.